Я могу так, я могу иначе. Более того, все мои учителя всегда демонстрировали шпоры, и это было как бы символом всадничества. А затем наступил какой-то некий момент. В общем, он наступил очень странно. Это было в Париже на салоне Дешевары. Это было ни в манеже, ни в работе с лошадью. Я поднимался по эскалатору, и на верхней ступеньке надо мной стоял кто-то из национальной гвардии, такой крепкий, сполочный мужичишка в очень таких тоже тубо сидящих лаковых сапогах, вот в таких вот шпорах. И вот тогда я впервые задумался о том, что, блин, а как же я-то могу так же плакать? Как такое вообще может быть? И тогда я для себя решил, ну, я был уверен, что без шпор ничего не получится. Я был убежден, что шпоры – это некий такой секретный ключик, ведь в школе существовал культ шпор, надо было, не глядя, шпорой набрать номер мобильного телефона. То есть, по идее, мастерство владения шпорой должно было быть очень высыпким. И тут я себе сказал, вот хрен с ним, вот пусть лучше мне не получится никак, чем будет получаться при помощи шпоры. И вот уже несколько лет как, я даже не знаю, что это за предмет, и, как выяснилось, они ни для чего не служат, и ничему не нужны. И весь импульс, и все самые высокие, самые потрясающие фигуры абсолютно возможны. А может, и без них тоже, как и без любого другого шпорта. Пожалуйста. Все, да? Отлично. Так, тогда Егор покажет фотографии учеников школы, а я останусь. Вы видите, да, что вот, например, Саша Давыдова, она легко и непринужденно, чем это очень сложная лошадь. Это очень сложная лошадь, с жуткой судьбой, из спорта, пережившая на своем веку. Никому не рекомендую пережить то, что пережил в сполох. Но вы видите эти взаимоотношения с Сашей, видите, в каком состоянии теперь вынуты ей, в общем, из боя у кого. Ой, я не смогу всех комментировать, здесь очень многое, но это в основном просто рассматривать фотографии. Это чудесные и искренние, и чистые отношения между лошадьми и людьми. Причем мы старались, чтобы это была не фотоохота, чтобы не просто какие-то удачные планы или удачные фотографии. Мы брали только те фотографии, где мы точно знаем, да, здесь есть реальные отношения, да, это потрясающее отношение между людьми и лошадьми, да, здесь все стерильно, честно. Где, пожалуйста, ваше участие? Интересуетесь конный спорта, как вам поступить? Конный спорта, это не к нам. Где школа ваша? Месколько конюшин есть, но у нас очень строгие правила. Это предельно строгие правила. То есть у нас, если человек, он не борется с конным спортом, значит, он не любит лошадей, и он должен быть вместе с нами, заниматься с нами. Но у нас в Петербурге, где? И в Петербурге есть под Петербургом, конечно, и в Петербурге есть в Украине, есть в разных местах страны, но вот что вы конкретно хотите узнать? А вот вы посмотрите внимательно фотографии. Да. А вот секрет заключается в том, что управлять-то и не надо. Она великолепно все понимает. И это все... Скачки на ней могут быть? Вот если вы хотите эту лошадь сделать инвалидом, то вполне возможны и скачки. Но только необходимости в скачках нету, и скачки – это нечто совершенно противнеестественное для лошади. Дело в том, что лошадь в природе бежит 300 метров, 400 метров. Это вполне достаточная дистанция, чтобы либо убежать от хищника, либо быть съездным. А как вы знаете, подробный круг – это 1600 метров. То есть здесь возникает перенапряжение, очень тяжелое и очень трагически заканчивающее среди лошади и миологического, и опорного, и опорно-выбительного. Хорошо.